Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия и сегодня у нас видео по Роблокс. Кринчерсов Сонария, которого я лично очень сильно ждала, это открытие рекорд перестройки игры целиком и полностью и сегодня мы как раз с вами наконец-то попадем на данное обновление, у нас сверху появилась вот такая кнопочка рекорда, здесь у нас прописывается, что в игре могут еще быть баки, глюки и что игрушка еще не открыта на рекорд, это бета, платная бета. Которая стоит 250 Роблоксов, я была готова к этому, вы видите, да, то есть у меня еще остаток будет и мы покупаем это существо. Так, ее пришельство перекодировать доступ к Сокет, так, компликт, unlock a new gracious. Так, мы, кстати, открыли новое существо благодаря этому, за то, что купили доступ к бете. Вот оно, вот оно, Миджуси Суима, вот такое вот классное существо дается тем, кто покупает сейчас бету рекода в Сонарии и, боже, какой он классный. Так, join, appreciate record access token, join record, и мы отправляемся в новый, в новую сценарию, перекодированную, обновленную. Мне, по-моему, так интересно, как это. Так, перекодированный ранний доступ к достижению получен. О, боже, неужели я это снимаю, потому что я никогда не думала, что я застану этот день, вот, рекода, перекодировки, Сонарии. Итак, у нас теперь вот так вот выглядит при входе ежедневной награды. Как мы видим, нам дают два подарка, нет, это нам на выбор, то есть рандомно нам выпадает, видимо, подарок. Где-то это несколько разных круток гач, тоже на выбор. Стиль гачи, круток этих автоматиков нам переделали полностью. Жетончики. И также пока что с существом прохождения ежедневного входа в течение 28 дней, так и остался Фелисио, у меня он уже есть. Итак, мы забираем наш подарок. Нам выпал жетон рандомного существа на одну жизнь. И так, жалко у меня, меня выкинуло с моего сервера, я бы хотела посидеть тихо и спокойно на своем сервере. Вот так вот теперь выглядит список существ, которые у нас доступны в живом виде. Если честно, такой список мне не нравится, мне нравился другой. Предыдущий, то есть дуры кода, где мы нажимали и сразу видели, что за существо. А здесь мы как бы не видим, что за существо. Просто нам показывают его картинку стандартную с галереи. И показано, что у нас свободно еще 6 слотиков. Тут теперь нету такого, я так понимаю, разделения на существ хранилища и на существ вне хранилища. Так. Но дизайн, конечно, очень непривычный. Он сейчас больше сделан и обновлен под Dragon Adventures. И меня это, если честно, вообще не радует. По сравнению с грифонами и драконами, стиль сонария мне нравился больше всех. И, к сожалению, именно этот стиль сглаживают под все остальные игры данных разработчиков. Так, что у нас здесь? Redem Codes. Здесь мы можем вводить коды какие-то подарочные. Здесь у нас Login Awards. То есть он теперь вот тут в углу вот таким подарочком выглядит. Так. Тикеты, грибочки. Здесь у нас отображается все вверху. Пойдем дальше. Tread Realm. Не буду пока нажимать. View Creatures. Что это за кнопочка? Давайте посмотрим. Ага. Вот наша... Эта кнопка как будто бы что, пойти поиграть? Здесь, кстати... I love you it. Посмотреть. Так. У нас есть... Так. Land. А! Это вот библиотека такая. Sea, Sky, All Creatures. Так. Теперь у нас существа разделены на перв... На тиры. Вау! Вау! Это очень-очень классно, потому что в случае выполнения некоторых миссий нам жутко не хватало, когда можно было бы по категории разделить всю нашу библиотеку на тиры, а не идти на сайт Сонарии, смотреть там эти тиры, или же прожамкивать каждое отдельное существо. Так. Теперь у нас есть еще большее разделение. Это хищники, травоядные, это, я так понимаю, всеядные, фотокарни и фотоворы. Это вообще самое... Это просто отличное, потому что когда существ много, уже забываешь, кто есть кто, и вот таким образом ты нажимаешь и видишь, что фотокарни, это те, кто у нас питается исключительно мясом и солнцем, лучами солнца, они в этой вкладочке и фотоворы в отдельной кладке. Боже, вот этого мне действительно не хватало. Я... С фотоворами-то понятно, с ними проблем у меня никогда не было, а вот кто есть фотокарни из них конкретно, я вечно забывала. И, кстати, я никогда не догадывалась, что Диокарина, он фотовор, как и Венуэлла. Я за Венуэлл никогда не играла. Вот, так что это супер. Это лайк. Очень-очень удобно. Так, давайте посмотрим всех существ. Вот так вот выглядит библиотека. Пока что они у нас здесь все закрыты, и я надеюсь, что когда откроют бету, точнее, откроют игру, они просто ее обновят. И все существа, которые в библиотеке, перенесут. Нет, конечно же, они так сделают, потому что у меня лично в обычной библиотеке практически все существа. Там, наверное, около 40 или чуть больше уже не хватает, но я надеюсь, что в следующем году пополню коллекцию всеми существами ивентов. Так, ладно, давайте как-то выйдем отсюда. Здесь, кстати, у нас тоже прописывается теперь вот так вот красивым списком все наши характеристики, сколько мы растем, шаг, спринт. Вот, кстати, за это большое спасибо, потому что я вообще никогда не понимала, какая буква что означает. Нет, если сесть и задуматься, то, конечно же, нам становится понятно. Но теперь здесь четко написано, что волк, спринт, флай. И это меня прям, знаете, это бальзам на мою душу, потому что только спустя большое количество... Так, а кто это такой, кстати? Я не знаю, что это за существо. Наверное, кто-то новый. Спустя большое количество попыток я знаю, что... Берквик у нас такой есть, Скай, существо. У нас сейчас, по-моему, первого тира. Давайте просто проверим. Берквик, флай 40. Сейчас как-то маловато. Мне казалось, у него там намного больше флай. А может быть и нет. Может быть, как раз вот это 40 и было. Ну, в общем, теперь мы можем легко и просто... Почему-то здесь существо, которое не летает, показано. Не знаю, почему так. Очень странно. Да, так что очень классно. Жалко, конечно, что нельзя посмотреть 3D-модельки. Я мечтала о том, что в новой библиотеке, когда ты нажимаешь на какое-либо существо, и ты не знаешь, как бы, как оно выглядит, и чтобы понимать для себя, хочешь ты его или нет, стоит ли его искать, выкупать, копить или нет, то почему бы... Лимит спешил. Вот, кстати, хорошо, мало того, что у нас теперь редкие существа показаны, как и до этого было, цветные, нам теперь еще пишут, что это Лимитед спешил. Здесь пишется, что это Валентин спешил, парадайз спешил, то есть вот это очень удобно. Я не знаю, была ли такая надпись в предыдущей версии сценария, но здесь она есть. Так, Advanced. Ага, прям вот так вот вообще все подробно. Help. Нам открывают... Это как... Способности. Список всех способностей. И кто что значит, и какие там еще подгруппы есть. О, вот это, кстати, очень-очень круто. Пока что на английском языке, на русском я потом посмотрю, есть ли или нет. Так, ладно, давайте вернемся к списку стандартных наших персонажей. Так, у нас это было ли все существа теперь? Cellspaces. Это как раз наш список всех существ. И тикеты, и токены. Вот, да, как раз они все эти наши коллекции. Timepoints теперь есть, которые будут нам капать, пока мы играем. Это интересно, это замена накопительных гачи времени, или это что-то новое? Наверное, это замена гачи времени. Да, то есть мы играем, нам накапливаются такие timepoints. Может быть, сейчас посмотрим, что можно потратить. Так, вот так вот список missions, нашей миссии, на всех, значит, общедоступных существ и скрытых. Как видите, нам показывают, что есть все-таки существа скрытые миссии, но просто они пока черные. Но, да, и нам не показывают, что для этого нужно. Но зато мы знаем, что есть пять существ за миссии, секретные, и нужно как-то додумать, как их получать. Так, это вот гачи, это токены миссий, где нужно съесть, убить, вырастить, выпить и все прочее. Теперь это отображается так. Вот, кстати, не знаю, мне вроде бы старый дизайн токенов больше нравился, но вот этот ДНК, это прикольно, это прикольно. Как будто мы будем выводить существо из пробирки. Ладно, так, теперь у нас есть какой-то премиум. А, это магазин Роблокса. Вот, теперь он вот так вот у нас отображается. Количество теперь увеличивается, значит, то сюда потом добавится еще больше существ. Так, также в этом магазине мы можем посмотреть грибочки за Роблоксы, тикеты за Роблоксы. Так, вот существа как раз, и деф-крэтчеры, с которых пока тут еще нету. Вот, следующее, это шоп. Очень странно, очень по-детски теперь выглядят гачи, и я не чувствую вообще в них никакого шикарного объема, таинства. Ну, прям, не знаю, мне что-то не по себе. И показывает, какие существа с каким процентом здесь выпадут. Отображение этого списка мне тоже что-то как-то не очень нравится. Ну, ладно. Так, подождите. Это где? Это... А! О, вот, значит. Я уже забыла, куда мы зашли, в общем. Так, а куда? А, это шоп. Вот, шоп. All Creatures. Фетчерит. Это у нас существа, которые ежедневные, обновляющиеся в раз в несколько часов, по-моему. Два раза в сутки, по-моему, что ли. Вот, здесь они у нас вот так отображаются. Дальше у нас Триал. Это существа, кажется, на одну жизнь. Если я ничего не путаю. Гачас. Так, и гачас у нас теперь вот тут вот так пролистывается. Это очень неудобно. Я обожала, заходя в обычную гачу, нажимать стрелочку назад и перекидываться назад. Но там это было так динамично, красиво. Нет, ребят, мне не нравится вот эта вот 2D-шность, где шикарный объем сонария, за что я, в принципе-то, ее и любила. Так, вот тут у нас вот так. О! Не, ну дизайн, конечно, гачи классный. Вот этих автоматов. Прям они стилизованы. Но дайте мне, пожалуйста, объем. Оставьте вот этот фон, прокрутку. Ну, нет, ребята, это я как бы не возмущаюсь на разрабов. Это я мунтю себе под нос, потому что мы понимаем, что работы уже сделано слишком много. Они уже подготовили для себя, как что должно выглядеть. Поэтому менять все под наши хотелки они уже не будут. Так, а вот это вообще как-то, ну... Две абсолютно одинаковые гачи. Просто они отличаются цветом. Ядовито и кровотечение. Ну, что-то как-то... Не, ребят. Ну, прям совсем как-то шелонили. Так. Вот эти гачи, все остальные прикольные. Школьные. Но такое чувство, что, да, еще не доработано. Надеюсь, они потом будут более 3D-шные, скажем так, чтобы была глубина ощущений. И пока что ничего такого я не испытывала. Тайм-поинтс. Да, это вот гача времени. И у нас в гачи времени появилось новое существо. Хаченокс. Ух ты, я 50 часов надо наиграть. Надо посмотреть. Если вы добавили в обычную версию, то у меня по идее на него хватает. Так, вот так вот, в общем, это все выглядит. Заполнить с первого раза я это все не смогу. Следующая вкладка токены. Так. Ну, тут, в принципе, то же самое. Только у нас теперь есть... Так, это, по-моему, наводнение токен. Шторм. Шторм и наводнение. Наверное, тут одно и то же событие. Вулкана. Блудмун. Кровавая луна. Да, какое-то новое... Ивентовое событие погод, погодных условий, которое я пока что не знаю, что из себя представляет. Но все становится кровавлевого цвета. Взходит кровавая луна ночью. Выглядит это очень жутко, но я пока что не знаю, какие эффекты от нее. Палетки. Материалы. То бишь, текстуры наших существ. Ну, вот они поместили сюда образное изображение. Ну, вот логотип своего. Это у нас же какое-то существо. Я просто не помню название. И вот материал на него наложили. Ну, не знаю, как там. Надеюсь, в создании существа выглядит это лучше. И гача-плюша теперь находится здесь. Вместе со всеми остальными в главном меню. То есть не обязательно будет бежать нам куда-то специально в торговый мир. Можно будет просто это сделать непосредственно здесь. Вот. Так. Следующая вкладочка. Ага. Инвентарь. А мы в нем уже были. Да, мы в нем уже были. Только немножечко, по-моему, по-другому. Нест. Стоп. Нест? Гнезда? Чего? Реквеста. 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 А, теперь смотрите. Даже находясь в главном меню, вы можете открыть список и увидеть по вашему серверу, кто из игроков, каким существом может вас загнездить. О, вот это, ребята, круто. Вот, да. Это как в Vail, по-моему, было. Только там в самой игре, а здесь непосредственно в главном меню. Но я надеюсь, такой же список есть и в самой в игре. Настройки у нас теперь отображаются так. И если раньше, кстати, у нас была проблема, ну вот лично у меня, что я мечтала отключить музыку и оставить только звук игры. Здесь была кнопка выключения звука, но они, наконец-то, разделили просто ползунки на четыре, на эффекты, на все остальное и отдельно музыка. Так что просто, просто класс. Вот это то, чего я больше всего хотела. Так. Pack requests, Nesting requests. А, то есть смотрите, можно только друзей, к примеру, в гнездо приглашать. Minimap markers. И все остальное, и все остальные настройки. Так, ну ладно, я что-то заболталась. Надеюсь, мы здесь уже все посмотрели. Так, update logs. Пока что здесь ничего не происходит. И мы начинаем играть за наше новое существо, которое нам дали за покупку беты. Боже, я ее купила. Так. Так, вот мы и в игре. Мы пока что еще молоденькие. Ай, 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 ай. Да, вот что значит, когда отвыкла от игры в онлайне. Мы пока что очень молоденькие. О боже, как тут все странно. Как тут все странно и непривычно-то. Очень, очень плохо, очень плохо, очень плохо. Нет, мы понимаем, что это бета. Это бета. Но все-таки. Так, надо где-нибудь засесть. Где потише, где поспокойнее. И давайте теперь посмотрим на вообще все, что мы сейчас видим перед собой. У меня глаза разбегаются. Я в шоке. Так, мы получили еще теперь и таймпоинт один. Ох. Так, ну давайте посмотрим здесь. Здесь у нас в правом верхнем углу расположена карта, на которой показывается время суток. В данный момент это ночь. Потом вот такое вот приближение поиск. Здесь мы видим все места с пищей. Так, да. Вот там бегает существо. И еще вот таким теперь значками отображаются ближайшие существа. Не имен, не имя. Имя мы не видим. Мы видим просто, что бегает существо. Так же теперь у нас очень классные лапки остаются. Правда, я уверена, что они, ну, везде одинаковые. Кошачьи такие. Ну да, кошачьи лапки. Теперь все мы оставляем. Интересно, копытные тоже. И они как бы 3D-шные, но чуть-чуть, да, чуть-чуть объемные. То есть они остаются поверх земли. Это не 2D-шные плоские рисуночки, А, вот 3D-шные такие следы почему-то. Странно очень. Ну ладно. Так, что, виндсторм. А, стамина плюс 25. Волк спит плюс 15. Спринт спит плюс 15. Ага. Это очень странно. То есть такая погода, типа, хорошая. Нам показывает, что день. Миссии. Пак. Теперь мы видим все группы, которые сейчас созданы, я так понимаю. Меню. Вот такое вот. О, боже. О, боже, это слишком ярко. К этому нужно будет привыкнуть. Ладно. Так, а как его закрыть-то? Return to menu. А как его свернуть-то? А, не! Нет. Подожди, как это? Как? Я не поняла немножечко. Вон, кстати, у нас мясо. А мы кто? Мы мясоеды. У нас вот здесь отображается, что мы мясоеды. И вот здесь показывается процент еды. Так, это кого-то? Так, G. Это поднять. Кушать. Нулевое. Смотрите, у нас теперь скелеты не исчезают. Они просто остаются нулевыми. Каркас. Да, скелет прописан как каркас. И он просто пустой. Так, ладно. Значит, пока что на меню не нажимаю. Я не знаю, как из него выйти. Надеюсь, чуть позже до меня дойдет, как это делать. Так, и вот наше задание. Сесть 50, выпить 50. Это что за задание? Что за миссии? Мы какую-то миссию добавили в мессо. Мессо. У нас теперь есть задания локальные. То есть вы видите, это все локации на данной карте. Так, а вот волны. Это что-то сейчас отображается, что если там волна, то там наводнение или как. В общем, ладно, это очень интересно, но очень все непривычно. Локаций очень много. Карта стала, я так понимаю, намного больше с порталами, с переходами. Постепенно все посмотрим, все разберем, я думаю, на стриме. Вот. А это такой кратенький обзор. Так. Здесь... А с другой стороны у нас показывается вода. Это очень странно, что еда и вода отдельно друг от друга. Ага, у нас территории. Да, у нас теперь же есть территории. Надо сейчас только понять, как их отмечать, как бы метить, что это наши земли. Вот. Так что теперь вы можете вместе с друзьями собираться в стаи, прайды, стада ваших существ и контролировать уже территорию в вашей сессии на вашем сервере. Это, кстати, очень круто. Я уверена, что кто-нибудь решит все-таки создать прайды а-ля львов сонарских и так играть. Так. Вот наша первая грязь. В ней катаемся. У нас темнится экран. Но когда мы встаем, как бы зрение к нам возвращается. You need to find food. Так. Нам нужно найти еду. Так. Хватит ковыряться. Ага. Теперь он сам ковырается. То есть вы нажимаете один раз и ваше существо катается в грязи самостоятельно, сколько нужно, и потом встает. Зажимать и держать не надо. Так. И... Ага. На букву N то же самое. На букву N мы катаемся и встаем. При этом вне грязи. А везде, по-моему. Так. Давай посмотрим. Вот, кстати, пока что здешние цены мне нравятся. Меня они устраивают. Я не знаю, что будет дальше, но... Вот в таком виде все окей. Все окей. Все хорошо. Ладно, ладно, ладно. Давайте просто возьмем Перо. Девочку. Да, мы купили на одну жизнь. И пойдем уже посмотрим за нее что да как. Какие... Ау! Ау! Потоки воздуха. Мы теперь врезаемся в объекты на лету и падаем. Эээ... Так, ладно, давай еще раз попробуем куда-нибудь полететь. Это у нас холодные территории. Уже, видимо, зимний биом. Да. Вот наш зимний биом. Но мы продолжаем лететь дальше. Камера пока ведет себя очень... Слишком даже динамично. Вот. Но... Знаете, я думаю, это уже не переделают. Это очень реалистично как-то, но очень тяжело. Особенно после наших старых полетов. Так, я вижу поток воздуха. Так, идем. Давай, давай, давай. Выравнивайся на поток. Летим. У нас сейчас дождь. Погодные условия. Take off multiplayer. Плюс 15. Water. Плюс 50. Ааа! Ау! Ау! Вот, 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 вот. Ау! Как все плохо-то? Я понимаю, что эта демка... Нет, это бета. Извините, это бета. Поэтому ругаться на то, как все плохо... Здесь не... Это кто? Ему плохо? У него галлюзинации? Или он отравлен? Я пока не понимаю эти крестики. Или он типа спит? Так, он там... Этот... Никсаксолик слетает, я вижу. Вот, я вижу... Ай! Так, я выросла. Окей. Так, я вижу еду. Вот, еда. Еда, 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 еда. И... Я не могу ее есть? Нет, не понимаю. Вон, вот там, вот там, вот там. Да, там грасит еда для травоядных. Вот, а вот здесь бесконечная. Ура! Так. Нам надо нажать и держать. Да, смотрите, нам можно просто нажать один раз. И вот этот значок покажет нам, что мы кушаем, пока не наедимся. То есть, вот, пожалуйста. Я нажала один раз, и мы кушаем. По плюс три нам добавляется. Ура! Так, ребята, запоминайте эту локацию. Она находится вот здесь. Здесь есть просто бесконечный кусок для травников. Я смотрю, в принципе, в зимнем бионе очень хорошо живется так. Так, двойка. А что поменялось? Пока ничего. Видимо, это вы... Видимо, это пока не работает, да? Или это, мол... Что это такое? Я не понимаю. Оно пока работает, но не работает. Так, и инвизибилити. Трешка. Так, я так понимаю, это чисто ваша личная способность. Я слышала, кусь? Это... О, вот теперь нам сообщают на весь экран. Это будет очень неподходящее во время боя, что ваше существо получило шанс на глиммер, и он у вас есть, потому что вы выросли, и вам повезло. Да. Вот так вот это теперь все показывают. Не знаю, слишком много всплывашек для меня уже лично. Ну, давай попьем. This is water, that is in secret. You look like a pretty water inside. Что? Серьезно? Бактерии? Вирусы? Так, теперь нам что еще, и не везде пить можно? А как тогда? Ну, карта, конечно, ребят, стала намного больше. О, вулкан. Полетели к вулкану. Я хочу посмотреть, что находится у вулкана. Смотрите, вот какой-то бирюзовый водоем. Наверное, здесь можно будет... Бау. Да я же села. Попить. Это питьевая вода? Да? Да? Да, это питьевая вода. Отлично. Мы пьем, нас ничего не заражает. Все хорошо, все замечательно. Пока я не поняла двух вещей. Как рычать, как издавать крики, вопли. И как территорию свою завоевывать. Я тоже немножечко не поняла. Вот. А тем временем давайте пойдем и проверим еще самую интересную локацию. Это подводный мир. Так, мы купили коеписи. Мой любимый скоростной коеписи. И да, вот наш подводный мир. Пока что он выглядит так, с текстурами иногда. У меня очень все лагает под водой. На земле такого не было. И, в принципе, все окей. Все хорошо. У нас, кстати, на карте как-то отображаться будет, что у нас может быть наводнение где-то или нет. Так. Ну что ж, это очень хорошо. О! О, что-то такое. Там еще кто-то плавает. Так, аркейм портал. Конечно, телепорт. Я не знаю. А, это телепорт по карте. Да? О! Это телепорт. Вы посмотрите, тут волны. Ого. Ого, динамика. Так, это я в какой-то зоне. Я могу отсюда выплыть вообще? Или лучше не рисковать? Что за звук был? Блотмон! О! Ёлки, надо было в этот... За эту... За летуна. Мама. Ого. Просто посмотрите на эту кровавую луну. А что? Какой эффект она дает? Я что-то не понимаю, что это. Блотмон. Байт. Коуддаун. Минус 50%. Дамаг. Плюс 50%. Стамина. Реджем. Плюс 50%. А, типа, это хороший эффект? То есть, вот это вот страшное. С таким звуком. Это хороший эффект? Ну, знаете, это как-то... Я бы не сказала, что это очень... Приятный эффект. Это очень жуткий. Меня кто-то кусает. Так, я хотела прыгнуть, но, пожалуй, лучше этого делать не стоит. А, я прыгнула! Я... Ой, как это... Божечки, это очень тяжело. В общем... Знаете, теперь стало еще более... Да нет, не более. В принципе, в игре стало жутко. У нас есть... У нас есть наводнение. У нас есть блудму, которая оказывается хорошая и неплохая, но звуковое сопровождение заставляет просто мурашки куда-то по всему телу. Ага. Вот, вначале нужно сесть, потом лечь. Ладно, РТ у нас осталось. В общем... Ой, ребята, я не знаю. Мне страшно. А, и теперь, смотрите, на персонажа вашем отображаются укусы и царапины. То есть, теперь вот так вот... Ну, жутко стало, жутко. Да, пожалуй, свалю-ка я отсюда. Это страшная музыка кровавой луны даже в менюшке. В общем, ребята, вот так вот теперь у нас выглядит с вами рекорд сценарии. По стилистике мне не нравится. По стилистике мне устраивает больше старая версия. Но по поводу карт, эффектов и, в принципе, игровых моментов роллплея... В этом случае всё классно, всё окей. Это прям круто. Жду, когда они всё это доработают, чтобы выпустить. И ничего желательно не лагало. Вот. Но кровавая луна меня прям пугает очень сильно. И я думала, буду ныкаться во время неё где-то в пещерах. Потому что получается кровавая луна. Она почему называется кровавой. Что она даёт эффект силы. И типа все начнут драться между собой. То бишь кровопролитие. Это очень страшно, ребята. Но идея хорошая. Вот. Так что на этом всё. И я с вами прощаюсь. Не забывайте накапливать грибочки. Следить за выходом новых существ. Ну а также спасать их от всяких неприятностей. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Боже, музыка прям жутко содрогает. Субтитры подогнал «Симон»